Всем привет! Я Денис Клявер. Я понаехал из Санкт-Петербурга в Москву, потому что мне нравится этот город. Я бы, конечно, мог соврать, что я приехал за славой, но реально я приехал за славой. И куда теперь делся тот скромняга, который 22 года назад вышел из вагона поезда на Ленинградском вокзале? Это сейчас не идет, а исполняет. Налегке, с укладкой, в пальто, с иголочкой. Люди засматриваются, операторы падают. Все и все к его ногам. А тогда на парня с небольшой сумкой и сухпайком в пакете от мамы никто и не обращал внимания. Да он и сам делал все, чтобы быть в тени. Прятался по дворам и углам, даже бутерброд укусить стеснялся при людях. Мы приехали очень, то ли в 7 утра, а ночью, но не в 9. У нас были бутерброды. Но кушать мы здесь не стали, потому что здесь было очень много народа. Вы видели, что я сейчас стал артистом, я привыклый к зрителю, могу есть на аудиторию. А тогда, когда был ученом, мне было стыдно. Все, кого-то разговаривает бутерброд, поэтому я спрятался в бутербродах. Серьезно, насколько стеснительный парень собирался покорять московскую сцену и соу-бизнес? Да, я был очень стеснительный. Но когда твой папа Илья Олейников, вариантов остается немного. Вместо песочницы – детство в гримерках. И пока отец почти 20 лет пытался дорасти до статуса всенародной звезды из городского эстрадного артиста, Денис довольствовался закулисной кухней, но уже готовился всерьез соревноваться за свое место под солнцем или софитами. В 19 лет младший Клявер громко хлопнул дверью. Нет, красиво ушел не Москву покорять, а встроенный ряд солдатов-срочников. Полтора года в оркестре на трубе помогли немного выдохнуть и успокоиться. Свою мужественность отцу он уже доказал. Оставалось дело за малым. Эфтектно ворваться в российский мир шоу-бизнеса. Пусть папа гордится. Такое конкурентное состояние. Мне вообще очень хотелось папе всегда доказать в этой жизни, что я могу без него что-либо сделать. Наверное, может быть, из-за этого в том числе я и не говорил никогда о том, что он мой отец. Но, во всяком случае, я этим не мотивировал. Более того, хотя я отца безумно любил, безумно им гордился, он для меня был незыгранным авторитетом номер один. Вне зависимости от своей популярности еще до городка. Папа мой сидел вот тут, вот я могу сказать, я очень хорошо помню, за звукорежиссерским пультом. В первый день как раз выступления они оказались, и они очень с мамой волновались. Второй раз на большой сцене и вуаля. Сразу первое место в самом громком на тот момент конкурсе страны. Москва-Ялта-Транзит. Чай вдвоем не успели рот открыть, а уже признаны лучшими среди новичков. На глазах именитого жюри атлантов российской эстрады, а самое главное при папе, шоу-бизнес любезно распахивает пред ним двери. Вообще в этом зале для меня очень много всего, потому что здесь я впервые и однажды и навсегда, и потом вообще почувствовал звездную болезнь. Я находил эту гостиницу «Космос», где находится этот зал. Я очень хорошо помню, стою, смотрю, значит, с высоты на ВДНХ и вдалеке на Москву. И такой вот окрыленный, совершенно охреневший от победы и вообще от состояния того, какой я просто нереально потрясающий исполнитель. Хотя еще... Полубог. Полубог. Нет, бог даже практически. Полубог. Нет, тогда я считал же просто бог. Просто бог. Человек, который еще вчера был срочником службы, срочной службы в армии и, по сути, играл на трубе, вдруг оказался там у всех на устах, потом это 95-й год, это смотрели все. То есть мы просто стали звездами номер один в этой стране. Я очень хорошо помню, стою, смотрю вот так на ВДНХ, думаю, господи, вот все уже, я же... Ну вот оно. Ну как? А что дальше-то, друзья? Вот... Ну просто выше некуда. Спуститься на землю чайничком, как их ласково прозвали коллеги, пришлось ровно через три дня. Те звезды, которые еще вчера здоровались за руку и пророчили Денису и Стасу великое будущее, на завтра не спешили предлагать помощь в раскрутке. Тогда чай вдвоем ушел в подполье набирать силу и создавать свой собственный узнаваемый образ. Нормальные же кривцы, они перед выступлением распеваются, а мы как бы раздувались. Ну вот, я просто очень люблю трицепс, потому что трицепс – это 70% объема руки. В принципе, он очень эффективный, он более отзывчивый, нежели чем бицепс. Быстрее раздувается, придает объемы. Вот уже все рубашки трещат по швам и майки не найти по размеру, а им все мало. В гастрольном райдере Денис Клявер указывал только одно требование – предоставить тренажерный зал, а уж потом чай, кофе и потанцуем. Любой большой спортивный мужчина с мышцами с большими – это забитый, несчастный, шесть детства, обиженный, обездоленный со стороны девушек и униженный мужчинами. И именно 99% – я вот отвечаю, все, кто сейчас смотрит меня, ребят спортивные, те, кто занимается вообще спортом, и, наверное, такая некая мотивация для того, чтобы прийти в зал, научиться постоять за себя. А потом это вошло в привычку. Для многих такое некое, по сути, фитнес-движение, визуальное, метросексуальное волна, наверное, было, наверное, как бы от нас, да. Вот этот вот метросексуализм мой, он, конечно, в первую очередь навязан, потому что есть профессия, и за профессией должен следить за собой. Я не могу сказать, что мне это не нравится, как я выгляжу, честно. Мне это нравится. Гордо заявляет, дело лжим, пока это еще не стало мейнстримом. Денис Клявер становится первым российским артистом, который показал, обмазанный маслом и переливающиеся под цветом софитов бицепсы и трицепсы, лучшее украшение любого эстрадного номера. Романтичных качков, как их тогда прозвали, начинают узнавать на улицах, но ни радио, ни в телеэфир, чай вдвоем все равно не может прорваться. Почти шесть лет. Дуэт на грани распада. Мы очень долго к этому шли, потому что вместе с ТАМИС там стартовали Иваны, руки вверх, как бы, и просто, ну, это было вот так, как вспышка. Потом там те же гости из будущего, а мы, как эти, как старцы, знаете, которые сидели, давно сидим и наблюдаем, как только мимо нас пролетали молодые там коллективы, которые рвали сцену, а мы так постепенно, постепенно, медленно запрягали, ну, в конце концов, ну, шесть лет, да, и в 2000 году, я помню, у нас возникла такая ситуация, потому что, ну, и мы, в принципе, для радиостанции, для телевидения немножко, как бы, такие уже были по ощущению, ну, как бы, из прошлого века, да. Очень хорошо я помню, он договорился, что наш концерт покажут пока на телевидении, мы туда пришли, значит, благодаря папе, естественно, в том числе, нам выделили время для сольного концерта на Центральном канале, вот, ну, сказали, ну, ребят, а там у нас сейчас сериал стартует, вы-то, как бы, придите на презентацию, мы говорим, конечно, конечно, и у нас на этот день привелся какой-то концерт, мы говорим, конечно, мы поймем на концерт. В Минске в пять утра у нас ходит девочка, с которой мы работали, там, организация, говорит, Денис, Денис, ребята, вы где здесь? Здесь мы такие, типа, а мы вообще ехали, ехали мы, по-моему, в Вильнюс. Снимает нас с поезда, звонил отец, негодовал, срочно езжайте в Москву на презентацию, иначе концерта не будет. Ни протекция папы, ни идеальная внешняя привлекательность почему-то не работают. Тогда Денис и Стас делают последнюю попытку, записывают такой трек, который нравится им самим. Не похожий ни на лирику Иванушек, ни на биты руки вверх, и почти без надежды на прорыв рассылают по всем радиостанциям. Теперь остается только ждать. В 25-й год на ВДНХ идешь, там, Леха Лебединский, «Я убью тебя, лодочник!» из каждого ларька. И мы думаем, вот это популярность. Ну, блин, когда же мы зазвучим? И вот 2001 год, да, песня, и реально, эта песня в демо вышла на сборнике, который разошелся в миллион экземпляров и стала настоящим хитом. И тогда я понял для себя, что люди служат сердцем, душой. То есть хит, вне зависимости от качества записи, он если хит, то хит. А если не хит, то как бы он ни звучал, друзья, сколько бы ты денег в него не вкладывал, никому это будет не интересно. Черновая версия «Ласковой» ушла в народ молниеносно, а осталась на десятилетие. В итоге и распивались, и распивали чай вдвоем почти 17 лет. «Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу». Теперь он хвастает своими ежегодными золотыми граммофонами, успешной сольной карьерой, новыми хитами, но все равно считает, что Москва покорилась ему уже давно. В тот самый момент, когда артистом его признала не толпа, а всего один человек. Я очень хорошо помню, когда вернулись, значит, уже отсюда, в Санкт-Петербург, идем, и какие-то, значит, его подходят к нему, «Ой, вы здрасьте, здравствуйте, мы вас узнали, вы же городок». Он говорит, «Нет, я не городок, я папа чай вдвоем». Сказал, ну и папа гордо тогда. Я обогрею дом любовью, возьму за плечи прикоснусь, вернусь весеннею грозою, я обязательно вернусь.